Хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги, приветствую вас. И сегодня у нас вот такая интересная тема воспитания волевых качеств у детей дошкольного возраста. И сейчас мы вообще разберемся, что это такое. Ну тут немного обо мне, мои дипломы пройдем дальше, это не так важно. Давайте, что такое воля. Вообще, поскольку мы развиваем волевые качества, то нужно вообще разобраться с тем, а что это такое. Это способность индивида сознательно и целенаправленно регулировать и контролировать свое поведение и деятельность. Выражается в умении мобилизовать психические и физические возможности для преодоления трудностей и препятствий, стоящих на пути к поставленной цели. Вот это то, что нам говорит в словаре. И мы, скорее всего, так и воспринимаем, что воля это когда мы делаем то, что надо, даже когда нам не хочется. Так, друзья мои, кто-то нажал войти в эфир, я вас не могу впустить, поэтому вот эту кнопку не нажимайте, пожалуйста, потому что это только для ведущих. Хорошо? Идем дальше. У меня для вас вот такой вопрос, поскольку сегодня нам встречает, мы говорим о детях дошкольного возраста, вот, пожалуйста, ответьте в чате. Вообще-то, нужна ли детям сила воли? Если да, то для чего, а если нет, то почему она не нужна? Вот, мне очень интересно, чтобы у нас разговор пошел об этом. Дело в том, что очень много разговоров сейчас идут о том, что не надо детей. Вот, что такое сила воли? Это преодоление. Если нет препятствий, ребенок не преодолевается, как бы не накачивается эта мышца. Преодоление, да, навык воли. С другой стороны, говорят, если вы дадите ребенку абсолютную свободу, спокойствие, у него достаточно будет ресурсов, и в нужное время он проявит эту волю. Есть совершенно разные мнения по этому поводу, и поэтому мне очень важно ваше мнение. Во взрослой жизни мы как бы считаем, что да, как же без этого, ну да, нужна сила воли. А вот детям в детском саду, и вообще, как вы это делаете? Так, нужно, чтобы уметь заканчивать начатое, видеть результат. Нужна для становления личности, для формирования самооценки, для формирования личности. Отлично, это я читаю ваши комментарии. О, у нас такая хорошая география широкая, я вижу, даже Николаевск на море. Так, для развития всех психических процессов бороться с искушениями. Здорово. Так, преодоление препятствий доводим начатое до конца или итога. Вот знаете, вот этот вопрос очень важный. Очень-очень важный. Ну что ж, мы пришли к тому, что детям все-таки нужна воля. А вообще, что двигает младенцем, когда он рождается? Во-первых, когда он рождается, это довольно серьезный опыт вылезания через родовые пути. Ребенок рождается, потому что его выталкивает материнский организм. Если бы этого не было, он бы спал себе спокойно. Там же комфортно, хорошо, тепло, одет, все, что нужно есть. Ага, воля нужна, безусловно, и ключ к ней детские эмоции. Очень хорошо, очень хорошо для формирования характера. Так, он ходит, потому что ему интересно. Он встает, когда упал, потому что не замечает падения. Важнее то, к чему он и делает. Если он хочет идти, то он встает. И, кстати, если вы замечали, ребенок падает, смотрит по сторонам. Если взрослые охают, ахают, он начинает говорить, ой, мне больно. Если взрослые не охают и ахают, он встает и идет. То есть он как бы ждет нашей реакции. Для нас падение – это препятствие, это сложность. А для ребенка это обычный этап, ну, он встал и пошел дальше. Да, пытается опять-таки встать. Он разговаривает, потому что так делают любимые люди вокруг, которые окружают. Дети-магули, которые живут в лесу, им не повезло жить среди взрослых. Что они делают? Они же не говорят словами. Они повторяют какие-то животные звуки. То есть получается, что дети повторяют взрослых, тех, которые их окружают. Тянется ко всему ребенок, идет, ползает, дотягивается, потому что ему интересно. Здесь ни одного слова про волю нет. Вместо воли работает какой-то внутренний интерес. Или обстоятельства, когда мама выталкивает, материнский организм, матка выталкивает, чтобы ребенок вышел. И остальное все интерес. Говорят, например, процесс рождения очень важен, потому что когда проходит через эти родовые пути, где темно, где непонятно что, и выходит на свет, тогда проявляется опыт преодоления, преодоление сопротивлению. Это запоминается в мышцах. Поэтому, например, дети, которые рождались через кесарево сечении, рекомендуют, чтобы родители с ними играли таким образом. Они зажимают маленького ребенка, ну там годик-полтора, и говорят, ой, тебя поймал там папа или мама с лаской, можешь выскочить, вылезть, а не дам тебя вылезть. Ребенок пытается подняться, подняться ему вначале, не дают, а потом чуть-чуть ослабит незаметно, и он выходит. У него нарабатывается опыт преодоления этого препятствия, то есть того, что в родовых путях не было пройдено. И сейчас здесь очень серьезные психологические практики. Я провожу перерождение, когда вот этот опыт повторяется как бы заново, и там говорится, что мир ждет тебя с добром. Ну, если среди вас есть те, которые собираются родители, ваши родители, порекомендуйте им заранее ребенку рассказать, вот в утробе рассказать, что у него будет вот такая, что он пройдет, может быть, ему немножко будет узко, но это не проблема, потому что он выйдет к свету, его будет встречать мир, где много добрых людей, и где его будут любить, и где он будет сильным. Вот такая настройка, такой внутренний разговор помогает вот первое действие для развития воли в дальнейшем, то есть еще до родов. Давайте посмотрим, для чего нужна воля. Во-первых, для развития произвольного внимания. Это самое примитивное. Когда ребенок идет в школу, ему нужно чему-то учиться. Он должен сосредоточить внимание не на ласточке, которая пролетела за окном, не на собачку, которая пролаяла, и он вдруг отвлекся, а смотреть в эту книжку, слушать учителя. То есть мы здесь получаем произвольное внимание, сконцентрированное, и здесь нужна воля. Чтобы управлять своими эмоциями, ой, эмоциями, букву Э проглотила, и действиями. Для управления это тоже нужно. Чтобы двигаться к цели, несмотря на препятствия. Да, препятствий много. Чтобы сопротивляться этому окружению, которое говорит, а слабо так сделать, а это ведь вредно. Часто много детей попадает на этом, что о слабо ли тебе сделать. И они попадают в плохую компанию из-за того, что не сформированы, во-первых, волевые качества, во-вторых, ценности. Потому что мы сейчас посмотрим дальше, как мы из простого детского азарта, мы ведь как их заинтересовываем? Мы в них развиваем произвольное внимание за счёт большей мотивации. То есть как? Вот ему интересна эта игрушка, а нам нужно, чтобы он занялся этим. Или той же игрушкой, но изучал, скажем, цвета. Мы включаем какой-то другой мотиватор, более интересный, который этапом выше. И это поможет нам всё это увидеть. Так, я читаю комментарии, что я ответила на вопрос по поводу рождения детей, который задавала на конференции год назад. Спасибо. Так, чтобы двигаться к цели, несмотря на препятствия, и чтобы между нужным и желаемым выбрать полезное, потому что не всегда нужное, это то, что на самом деле нужно. Многие взрослые люди идут к психологам, знаете для чего? Чтобы начать слушать себя, самих себя, потому что они делают всё, что нужно, всё надо, но это не приводит к счастью, потому что они разучились слушать себя, то есть выбирая между волей, воля нужна для того, чтобы слушать себя и продолжать вот то, что приведёт вас к большему качеству. Я выключу звук на телефоне, чтобы он вдруг случайно не отвлёк меня. Получается, что очень важно найти баланс между нужным и желаемым. Вообще, что такое воля? Самое интересное, что за воля отвечает префронтальная кора мозга, и она начинает у детей активно развиваться в 7-10 лет. Но тут сейчас спросите, а зачем? А что нам тут делать? Мы же собрались, учителя детского сада, воспитатель детского сада, к нам дети приходят до 7 лет. А очень важно нам сейчас понять, ведь прежде, чем посадить какое-то семечко в землю, то землю разрыхляют, подготавливают. И семечко обрабатывают, вставляют воду в определённые условия, чтобы она подготовилась к прорастанию. Так вот, задача воспитателя в детском саду подготовить эту почву, на которой будет развиваться эта префронтальная кора мозга, которая будет отвечать за волю. Сейчас в детском садике вы не можете развивать волю. Другое дело, что какая-то часть воли у детей действительно присутствует. Вы ему что-то даёте, он говорит, нет, не буду, не хочу. Это весь тоже воля. Упрямство это тоже воля. Значит, его мотивация выше той мотивации, которую вы ему даёте. И то, что он может утверждать свою волю, вот это упрямство, это очень хорошее качество. Может, нам и неудобно, но очень хорошее качество, потому что это и есть сама воля. Так, вы затронули важную тему, ведь впереди у дошкольников школа, да, читая, вашу презентацию можно использовать для просвещения родителей на собраниях. Да, пожалуйста, всегда можете. Мои презентации в свободном доступе скачивайте, используйте, рассказывайте, объясняйте. Итак, префронтальная кора отвечает за торможение. А что такое воля? Вот Как проявляется воля? Сейчас дальше расскажу, ладно, не буду сейчас забегать вперёд. Рабочая память, когнитивная гибкость, контроль внимания, планирование и подвижный интеллект, когда интеллект меняется. Это префронтальная кора. Лимбическая система отвечает за эмоции, за память. И смотрите, информацию анализирует префронтальная кора, а запоминает лимбическое. Поэтому, когда мы включаем эмоции, а лимбическая за счёт эмоций, и мы эмоционально воспринимаем информацию, она запоминается. Вот скажу вас, вспомните, пожалуйста, что было там 10 лет назад. Вы не вспомните обычный день, но какое-то яркое событие наполненное эмоциями, неважно, грустными или хорошими, вы вспомните. Память закрепляется за счёт эмоций. Речь, то есть анализируется и превращается в речь, мотивация, сенсорика и моторика. И поэтому в начале у детей развивается как раз лимбическая система. Сейчас в детском саду мы включаем эмоции, мы начинаем заучивать стишки какие-то, которые именно эмоционально насыщенные и понятны для ребёнка. Там животные, собачки, зайчики, кошки, то, что для них близко. Формируется речь, мотивация. И вот мотивация это тот кирпичик, на котором строится воля. Сенсорика и моторика имеют важные значения для обучения, но для воли пока что нет. Косвенно какое-то влияние тоже имеет, но непосредственно имеет вот первые четыре. Так, вопрос. Скажите, пожалуйста, собственно, воле врождённые свойства. В какой-то степени да. Но у каждого человека изначально есть воля. Если мы не будем его разбивать, убивать, мешать, она будет развиваться. Но часто взрослые убивают эту самую волю. Почему? Всё, что нужно для жизни человека, природой в нём заложено. И взрослые иногда из самых лучших побуждений делают зло ребёнку. Например, когда всё преподносят ему на голубой каёмочке, он разучивается преодолевать какие-то препятствия. Если он хочет что-то сделать, ему сразу же приходят, помогают. Появляется выученная беспомощность, а это обезволие. То есть нужно создавать условия, не препятствовать, а создавать условия для того, чтобы природные свойства человека развивались. Да, у кого-то она более ярко выражена, у кого-то поменьше, но это есть. Так, Роберт Сапольский, нейроберолог, как-то сказал, что сила воли это биологический инстинкт, как раз ответ на ваш вопрос, призванный защитить нас от нас самих и наших сиюминутных желаний. Значит, был такой опыт сделан какой-то молодой студент и решила, давай-ка попробую. Дети были в комнате, там были зефирки, маршмеллоид, конфетки, а потом этот опыт, кстати, многие повторяли. Что делать? Он сказал, ребята, если вы хотите, сейчас можете взять по одному, но вот те, кто дождутся, не возьмут, я сейчас приду, и они получат по две штучки. Часть детей, вы, наверное, слышали этот опыт, часть детей не выдержала, сразу же съела, а вторая часть там смотрели, смотрели, занимали себя чем-то, чтобы не съесть сейчас, а потом, когда уже пришел вот этот испытатель, воспитатель, дал им по две конфетки. Самое интересное произошло позже. Спустя 20 лет он нашел 20 и больше лет, нашел этих детей. Ну, им тогда было 23, 24, 25 лет, что оказалось? Те дети, которые смогли дождаться позднего результата, в жизни были более успешны, потому что у них вот этот возможность защитить себя от сиюминутных желаний была более сильная. Среди остальных был больше процент тех, кто пьет, пробовали наркотики, но потом этот опыт повторяли еще раз и обнаружили вот такую вещь. Дети, в чьих семьях из более состоятельных семей, могли позволить себе не очень сразу, не сразу убрать эти девушки, потому что у них дома много было. А вот те другие из бедных семей, они быстро брали, потому что они знали, если ты сейчас быстро не возьмешь, потом не достанется, вот другие брат и сестра там возьмут, тебе не достанется. То есть этот опыт тоже не абсолютный, но во всяком случае жизнь показывает очень интересную вещь, что когда мы начинаем для того, чтобы вытерпеть вот этого результата не сиюминутно, нужно остановиться и занять. То есть как преодолевали это препятствия те дети, которые дождались. второго. Они занимали свой мозг чем-то, они о чем-то думали, они пытались на что-то другое посмотреть, то есть если взять, у них уже был навык управления своим вниманием. младенца у младенца нет надобности иметь силу воли, она ему просто не нужна, друзья мои, у него есть желание жить, есть интерес ко всему новому. Если на нас взрослых посмотрим, некоторые за счет этой мышцы, за счет мышцы воли идут, идут к цели, а другие довольно-таки с трудом, а другие идут к цели за счет азарта, они вот так с открытым забралом и они быстрее идут. А где воля? Вы скажете, но волевой человек, азартный человек, получается, что на каком-то уровне нужна воля, а где-то азарт, но получается, что в какой-то момент азарт заканчивается, вот что-то случается и какое-то препятствие. Вот здесь если только азарт игрока, а я все равно выиграю, у него включается какая-то часть воли, а если нет этой воли, то человек падает, то есть они друг другу передают, если же идти только на силе воли, человек устает настолько, что у него сил просто не остается, вот как выжатый же лимон, потому что воля это очень энергозатратная система, то есть смотрите, получается, что надо найти мотивацию, азарт, но иметь в запасе запасную силу это воля, как в машине аккумулятор, когда чтобы завести нужна дополнительная сила, дает толчок, потом мотор сам едет, и он даже накачивает, он едет, накачивает этот аккумулятор, но если остановился, мотор просто так не заведется, ему нужен этот толчок, вот этот толчок и есть воля. Как ребенок реагирует на раздражители? Раздражители бывают внешние, внутренние, внутренние это захотел, внешние увидел, услышал, внимание, да, кто-то там сказал, та же самая машина проехала, раздражитель и моментальная реакция, он услышал и повернулся, да, реакция моментальная, его кто-то дернул, он тут же или моментально заблакал, или ударил, разные могут быть реакции, то есть некая выученная реакция. И что получается? Получается воля проникает тогда, когда между раздражением и реакцией появляется малюсенькая пауза. Стоп! Раздражитель есть, у него пауза, и в эту паузу он может поменять свою автоматическую реакцию. Вот и здесь появляется воля. Раздражитель сам собой является мотивацией. Если появляется мотивация более высокого плана, то он меняет реакцию. Если нет этой мотивации, то воли нет. Может быть какая-то пауза. И вот тут-то и появляется произвольное внимание и произвольное поведение, то есть управляемое. Сейчас у меня к вам вопрос. Вам понятно то, что я сейчас говорю? Если понятно, поставьте огонечки. Если не совсем понятно, сейчас будем разбираться более серьезно. Да, с нами что-то произошло и мы остановились. Секунду. Так, а почему? А что? Взрослый человек сам думает, интересно, почему он так сказал, интересно, почему он так сделал. хотел меня обидеть или какое-то событие было, или ему самому плохо. И мы из-за этого меняем реакцию. Прекрасно, мои хорошие. И вот нам важно детям давать мотивацию более высокого плана. Вот в эту малейсенькую паузу всунуть. Если мы успеем дать ему эту мотивацию более высокого плана, то у него изменится реакция. теперь посмотрим вот такую интересную таблицу переодиазации психического развития, поскольку детсадовский возраст дошкольный это тот возраст, когда вижу ваши огонечки, здорово, благодарю вас. И что происходит? Это самый насыщенный период развития ребенка. Ребенок развивается очень быстро. Самые большие изменения в жизни ребенка проходит от рождения и до 7 лет. Дальше по кругу повторяется, что-то усиливается на новом уровне. И давайте посмотрим. В начале от рождения до года непосредственно эмоциональное общение, ребенок общается с человеком, формируется потребность в общении и эмоциональное отношение к ним. Вы наверное замечали, ребенок маленький, еще месяц, вы с ним улыбаетесь, он вам улыбается, как-то меняет. Вы так строго поговорили, он изменился. Он считывает ваши эмоции. Может, он еще не до конца понимает ваши слова. Он через эмоции понимает смысл вашего посыла, общую картину. даже есть такое мнение, как ребенок воспринимает, учит слова. Когда мы говорим ему слово, он считывает телепатический образ, который мы несем через это слово. Визуально, аудиально представление. И так он понимает, постепенно начинает понимать, формируется понимание, что вот эта звуковая конструкция, это слово, которое прозвучало, означает вот это. Цветок. Ой, какой красивый цветок. Мы представляем этот цветок, хотим или нет, но ребенку передается. Так, сейчас я маленькую паузу сделаю, потому что пришел пример, приведите пример более высокой мотивации. Хорошо. Шум, просто ребенку интересно шум. Да, он пошел шум, он отвлекся. Говорим, а знаешь, какие еще бывают звуки? Мы цепляем за его внимание, а давай посмотрим, осмотрите, как появляется, секунду, минутку, я не буду читать ваши комментарии, я сейчас ответить еще на один вопрос и продолжим. А как появляются звуки, а как по-другому звучат эти звуки? Мы перевели звуковой интерес к этому и говорим, вот если ты сейчас это сделаешь, то мы пойдем с тобой играть. Игра более высокой мотивации. Говорит, да, а пойдем играть, да, пока на качельках покататься. Более высокая мотивация, конфетка подороже, так скажем, это и есть высокая мотивация. то, что его больше заинтересует. Это по Эльконину, а где учебная деятельность? Смотрите, сейчас мы постепенно пройдем, почему я, мы дальше по Эриксону пойдем, мы будем касаться того, что готовит ребенка. Хочу обратить внимание, тип отношений, смотрите, чередуется, это у нас четвертый столбик. Вначале человек-человек, потом человек-предмет, потом опять человек-человек, и человек-предмет, а, ошиблась здесь, то есть чередуется поэтапно, вначале ребенок учится строить отношения с человеком, а потом с предметом, а потом опять с человеком. От 3 до 7 лет основное время, когда приходит ребенок в садике, у него развивается человек-человек, сюжетно-ролевая игра и стремление в общественное значимой общественно оцениваемой деятельности. Оценка играет большую роль. И вот наша оценка какой ты молодец и есть мотивация более высокого плана. Если там просто и интересно, а вот я буду восхищаться твоим действием, я буду гордиться тобой, если ты это сделаешь, ему сейчас значимо получить общественную оценку. И он сворачивает эту деятельность, идет сюда, и мы получаем произвольное внимание за счет смещения ценностей, интереса. Так, дальше идет произвольность действий уже в 7-10 лет, внутренний план действия, рефлексия сознания. Рефлексия сознания как раз префронтальная кора мозга, которая отвечает за умение планировать, за силу воли. А до этого мы готовим только почву, друзья мои. Милтон, ой, Эрик Эриксон, Эрик Эриксон, у него следующая стадия развития личности, если мы смотрим здесь от 3 до 6 и от 6 до 12 лет, получается от 3 до 6 инициативность и чувство вины. Когда ребенок инициирует что-то, ему говорят ты, как тебе не стыдно, ты себя плохо ведешь. Вот это при нормальном развитии он получает активность. Активность это как раз тот азарт, который позволяет преодолевать. Если же его больше винят, то аномальное развитие идет покорность и пассивность. Он будет делать то, что нужно может быть, когда то, что нужно делают на троечку, на четверочку с минусом. Активный ребенок делает на 5 и 4 с плюсом. Вот какая разница. Дальше идет от 6 до 12 лет трудолюбие и неполноценность. Почему? Если ребенок трудолюбив говорит о здорово как хорошо поддерживает его пути, он получает чувство компетентности, что я умею. А если вот нету этого поддержки, опять двойка, вот сколько красных ручек учитель там оставил в тетраде и так далее, вот не получается, у него идет инерция. Потому что в подготовительной группе уже мы начинаем делать какие-то вещи, да и раньше, ну, криворукие, все, не туда поставил, не так убрал, не так сделал. А часто дети так не делают, почему? Потому что у них внимание всеобъемлющее. Вот вопрос внимания очень интересный. Когда говорят про левополушарное, правополушарное развитие, сейчас немножко осуждает, что очень много пошло логического мышления, не творческого мышления, препятствует творчеству, а творчество необходимо, чтобы человек более широко мыслил, более хорошо. Но для того, чтобы начать обучение, нужно логическое, пошаговое, постепенное мышление, то есть аналитическое мышление. И развитие обоих полушарий мозгу очень важны. Сейчас мы посмотрим, вот мы с этим познакомились, как это вообще-то проявляется. Если смотреть в синтезе, то в этом возрасте 3-7, с которым мы имеем с вами дело, ведущая деятельность это сюжетно-ролевая игра, тип отношений человек-человек и стремление к общественно значимой, общественно оцениваемой деятельности. По Эриксону человек проявляет активность и приобретает чувство вины. Если приобретает чувство вины, то он становится пассивным и инертным. А дальше посмотрим уже эта база научная нам нужна была, чтобы понимать, как делать. А что делать, мы сейчас с вами и обсудим. Можно делать отдельные мероприятия, способствующие развитию воли. Это обсуждение понятия воли. Для того, чтобы развивалось что-то, его надо назвать. Если ребенок не знает, что такое воля, но не знает о чем, ему нечего развивать, когда мы говорим, у него такая воля, а вот это воля, а что такое воля? Свобода, потому что для кого-то воля это свобода, а сила воли и герои сказок, которые вот у него сила воли, было сложно, он встал, пошел, преодолел, ему не хотелось, а он сделал ради кого-то, ради чего-то, вот ради кого-то и ради чего-то, это и есть мотивация, когда высокого плана, когда ребенок не кушает, ему лодочку сует, за маму съешь, за папу съешь, мама, папа, это мотивация более высокого плана, ролевые игры, стихи, песни, танцы в хороводе, об этом сейчас подробнее посмотрим. Итак, дети любят одну сказку много-много-много-много-много раз слушать и читать, и когда вы читаете второй-третий раз, они с вами вместе ее повторяют, даже вы можете специально-нарочно изменить, они будут вас поправлять, что нет, это было не так, поэтому мы читаем каждый раз с разными задачами, один-два, даже три раза может быть просто ознакомительное чтение, чтение с повторением каких-то частей, какие-то части повторяются, дети сами вам подскажут, какие части им понравилось, вот то, что им понравилось, на то, что они ярко реагируют, это тот момент, которому их мозг готов посвятить больше внимания для анализа, он над этим работает, вот уже началась работа, повторяйте, задавайте вопросы, а почему это так, а как это так, и когда вы задаете вопросы, дети ищут ответы, вы вместе ищите, они, вы начинаете понимать, как ребенок думает, а он думает совсем не так, как вы думаете, у него свои мысли, причем все дети, каждый по-своему, по-разному, вначале они будут повторять друг друга, а потом будут искать другие варианты, когда вы говорите, а еще как, а еще как, то мы допытываемся для того, чтобы каждый ребенок нашел свой ответ, дальше ролевое обыгрывание отрывков или целой сказки, использовать фигурки, деревянные фигурки, можно на палец надеть театр, а можно самим это сыграть, обыгрывание ролей очень интересно еще и тем, что вы здесь можете включить все тело, мимику, интонацию, а с какой интонацией говорит, медведь, а как он ходит, он же ходит по-другому, он же разговаривает, а испуганный заячишка спрятался, у него тело изменилось, и психика изменилась, эмоции полностью, реагирование изменилось, они, вот эти ролевое обыгрывание позволяет пробовать на себе эмоции те и другие, третьи, если мы хотим, чтобы развивалась сила воли, так им надо время от времени играть роль волевого человека, они телом почувствуют, кто такой волевой, плечи расправились, сильно, смело и пошел, да, вот, уже образ, строим внешний образ, как скульптор, да, он берет камень и удаляет лишние детали, вот, сейчас нужен, вот, эта глыба нужна, и эта внешняя глыба проявляется за счет вот этих поведенческих каких-то моментов, и мы задаем вопросы, их можно разделить на эмоциональную, ментальную деятельностную сферу, а что чувствует герой, когда делает что-то, да, а что чувствовал мальчик Иванушка, когда выпил водичкой из копытца, да, когда сестра сказала, что нельзя пить, вот, первый раз сестра сказала, нельзя, он послушался, во второй раз сказал, нельзя, а он подумал, что сестра наверное злая, она не понимает, как мне хочется водички пить, да, то есть может вот эти стадии пошли, а потом что почувствовал, когда выпил, надо было слушать сестру, а сестра ты не злая, а сестра вон какая добрая, то есть вот это развитие мыслей очень важно, а что почувствовал герой, когда с ним это случилось, то есть наше мнение о человеке и наше мнение о себе, о своих эмоциях, очень важны эти вопросы, потому что, как мы увидели, вначале вот идет развитие через эмоциональную сферу, то есть развивается лимбическая система мозга, которая готовит почву для уже произвольных навыков, для воли, ментальная сфера, а что подумал, когда это увидел, а другой герой герой с какой мыслью, с какой задумкой это делал, а что задумал сам герой, он же хочет, иногда мы хотим что-то делать, а получается нечто другое, да, то есть замысел и результат могут отличаться, и мы тут даем, а почему замысел отличился от результата, не хватило навыков, а как этих навыков достичь, да, в сказке Хаброшечка дочка злой мачехи пришла и сказала, ну отдай-ка мне вот это то-то, а что получила в итоге, никакие денежки, ни золотые монетки, черепушки, да, был замысел, задумка, это была одна, результат был другой, и вот здесь-то мы развиваем деятельность, деятельность деятельностная сфера, потому что воля непосредственно связана уже с действием, человек может думать, может чувствовать, а делает он вопреки чувствам, вопреки каким-то вещам, и деятельность уже очень важная, а почему он так сделал, у него получилось или нет, что помешало, кто помешал, кто помог, как обратиться за помощью, вот этот вопрос очень важно, вот как обратиться за помощью, это в первую очередь надо учить детей, потому что вот играла как раз сегодня с девочкой два с половиной годика мы занимаемся, и зайки пришли в гости там лиса, журавль, она говорит, я обедаю, в гости пустишь? Нет, не впущу, сказали, ой, наверное, плохо, что ты не пускаешь, пришел волк, она говорит, а волка впущу, зайки впускать волка насколько опасно, да, почему, а что тогда случилось, а волк съел ее, то есть вот это сказочные как бы перевороты получается, что можно отказать хорошему, безопасному, и вдруг попасться на крючок стыда или чего-то, да, то есть это надо анализировать многократно, 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 мы понимаем, что тут такая-то ситуация, и когда говорим, да, а точно он впустил волка, она думает, нет, не впустил волка, а кого впустит, а сама выйдет гулять с петушочком, то есть меняем, постепенно задаем вопрос, а что случится, и говорим, ой, как же может он может, а что случилось, а что помогло, а кому обратиться за помощью, к маме, к папе, к воспитателю, к взрослому, вот, а как понимать, кто может помочь, вот, дети, когда сложно, они иногда прячутся, прячутся в какой-то уголочек, почему, потому что они возвращаются в форму эмбриона, когда в утробе матери было безопасно, но во внешнем мире это небезопасно, позиции замереть и укутаться небезопасно, безопасно звать на помощь, идти маму взрослого воспитателя, какого-то знакомого человека попросить, а кому нельзя обратиться за помощью, вот, зайке, нельзя обращаться за помощью к волку, к мельмеде можно, а к волку нельзя, вот, через игровые ситуации мы это обыгрываем, и вот здесь-то, потому что ценности появляются для того, чтобы правильно развивалась воля, мне еще нужны ценности, ценности, потому что помните в начале мы говорили, что на сломого Бога могут брать ребенок, пойти, там, скажем, попробовать покурить, почему, потому что ценностная система не сформирована, воля без ценностей, без жизненных ценностей, это очень опасное оружие, это как граната в руках у обезьяны, да, есть такая поговорка, что он эту свою волю может использовать во вред, а чтобы он правильно использовал ее, нужна ценностная система, танцы в паре, это вообще потрясающая вещь, дети учатся подчиняться правилам, два шага вперед, один шаг влево, руку здесь, когда они стоят каждый поодиночку, это просто отдельное движение, а когда они в паре, им приходится подстраиваться ножку, шаг, а в хороводе еще больше, в хороводе идет произвольное внимание, у них включается, и это произвольное внимание идет автоматом, почему, потому что вот эта толпа связывает их, вообще хоровод это потрясающая вещь и для взрослых, и для детей, вот, когда дети плохо себя ведут, их просто введите в хоровод, и когда вы в хороводе кружитесь, кружитесь, постепенно вот эти круги, круговые движения в хороводе выравнивают эмоциональное состояние всей группы, и когда мелодия идет такая музыка задорная, может быть, мелодичная, но оптимистичная, она меняет состояние ребенка, и, конечно, координация движения, положение тела, вот это играет свою роль, и развивается как раз-таки то и произвольное внимание, которое предпосылка для развития воли. Предметно-творческая деятельность с конечным результатом, вот вы писали здесь, что нужно, чтобы ребенок доделывал начатое до конца, да, это очень важно, здесь мы делаем рисование, лепка, лего-конструирование, песочные фигуры, шитье, а результат, каким может быть результат, например, если это песочные фигуры, они же развалятся, ребенок может расстроиться, что развалилось, а мы говорим, а давай сфотографируем, потому что дождик придет, размоет, это нормально, а у нас фото останется, и ребенок видит, что его работа, результат сохранился в виде фотографии, ему не так больно, если он будет знать, что дождик размоет, а на фото останется. Выставка, когда он приходит, маме показывает, а мама, вот на стене, это я нарисовал, это я сделал, вот я сделал, вот этот радостный отклик, как раз дает опыт побед, доделанное, а еще лучше, когда эти поделки потом идут в игру, они слепили, скажем, из соленого теста какие-то фигурки, зайчика, грибочек, они высохли, а теперь они играют в игру, они в игру вплелись, или тоже те же самые, это пластилиновые фигурки, пошли друг к другу в гости, вот этот диван, сели на диван, стели за столик, игрушки, они используются в обиходе, в их работе, и они видят, как хорошо, а приятно садиться на этот диванчик, кукла себя хорошо чувствует, да, и хорошо, диванчик мягкий, такой красивый, вот это и есть чувство победы. Спортивное занятие с прогрессирующей нагрузкой, так вот, воля развивается в тот момент, когда уже сил нет, а ты еще делаешь один-два упражнения, когда уже мышцы вроде бы болят, я устал, но не устал, и не хочу делать, это мое право, да, это твое право, а вот кто сейчас делает еще две штучки, тот будет самый сильный, тот вырастет сильным и здоровым, дети все думают о будущем, он вырастет такой, как вот этот герой, да, Иван, которого все считали дурачком, а он оказался-то самый умный, да, или какой-то герой, вы можете, исходя из этой сказки, вот ту сказку, которую сегодня читали или вчера, та история, которая прямо сейчас на слуху, она становится мотивацией более высокого плана, и ребенок, несмотря на неудобства, на боль, делает еще одно-две упражнения больше, вот, и похвала, похвала может быть безадресная для всех, о, какие у меня молодцы, адресное за старание, как хорошо старался, и тогда мы находим адресную похвалу для каждого, если нет, то подкрепляющие, подкрепляющие, кстати, очень важная похвала, это, например, о генах и природных способностей, вы знаете, у человека есть такая великая способность, человек очень силен, это же наш ген, ты человек, да, вот, мишка не может это сделать, а человек может, да, перепрыгнуть, у тебя папа такой сильный, у мамы такая красивая, у него получается, быстро, у тебя получится, да, то есть мы говорим, что есть внутри вот эти, этот заряд, который его поддержит, другие, друзья мои, благодарю за ваши комментарии, очень приятно, и следующее, встраивание в повседневную жизнь действий, способствующих развитию воли, то есть если те были отдельные мероприятия, то вот эти рекомендации, которые позволяют развивать уже, полетая в обыденную жизнь, вот что вы делаете, не мешаем, когда ребенок, увлеченно что-то строит и изучает, это очень важно, потому что тогда у него работа остается недоделанная, а если работа недоделанная, нету результата, и он видит, что все бессмысленно, мне не дадут завершить, результата не будет, конец воли, вот вы говорили, вначале задавали вопрос, воли это природное качество, да, природное, но мы убиваем вот этим, когда не даем завершить, когда не даем зафиксировать результат, он сделал, он радуется, хватит, 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 нечего гордиться, пошли там, надо другое дело сделать, да, когда иногда игра идет долго, мы даем время для завершения, говорим, скоро нам надо пойти покушать, ты завершай, потом придем, продолжишь, да, и даем ему пару, тройку минут, чтобы это время, он смог перестроиться, это особенно важно для мальчиков, девочки более гибкие, они быстро пристраиваются, мальчикам нужно, и обязательно называйте имя, потому что дети часто не слышат, если они увлечены, они не слышат совсем, что вы говорите, от слова совсем, вот говорить, он увлечен здесь, поэтому называйте имя, вместо однозначных команд, используйте метод выбора, выбор без выбора, не говоришь, ты закончишь наконец-то свою игру, пойдем заниматься делом, ты когда закончишь, сейчас, или через две минуты, или ты когда сделаешь, до обеда или после обеда, нам нужно убрать эту сторону, сделаешь один или со мной вместе, то есть выбор, тут нет такого, что я не сделаю, вы даете выбор и без выбора, он сказал же, давай вместе, да, мы помогаем вместе, и он привыкает к этому, дальше сможет самостоятельно, оцениваем только тогда, когда ребенок сам просит оценить, вот об этом говорил Мария Монте-Сори, потому что иногда ребенок делает, потому что у него есть внутренняя мотивация, а когда мы вмешиваемся со своей мотивацией, даже усиленным вниманием, он срезается и пристает делать, вот самое интересное, пока он делает сам для себя, он прекрасно делает, он увидел ваше излишнее внимание, все закрылся, а если пришел, показывает, ой, ты это сделал, как хорошо, обязательно хвалим что-то, потом говорим, а потом можно сказать уже позже, а что можно улучшить, он сам скажет, друзья мои, чуть-чуть я завершу, хвалить за старания и за завершенные, доведенные до результата действия, обязательно отметьте, как хорошо, что ты доделал, это же такая сложная работа, а ты доделал, даже это если примитивная работа, вы скажите, у него в голове оседает, эмоционально, молодец, яркая эмоция, дети запоминают через эмоции, ты завершил сложное, чем сложнее, тем более он гордоче себя чувствует, и он запоминает, вот здесь оседает в памяти много-много-много раз, что я завершил сложное, я молодец, не навязчиво помогаем довести до стадии, то есть до стадии завершения, тебе подсказать, а ты как думаешь, а как это ты сделал, может так, и последнюю деталь, пусть и ребенок сделает сам, последняя точка должна быть его, ты завершил, а потому что он говорит, ой, да я помогу, я сделал, молодец, ты завершил, да какой, он не верит в это, это самая большая травма, когда ему не дали завершить собственное, и создавайте преодолимые препятствия, постепенно усложняя их, да, вот когда внимания не даем, а ну, ты сможешь выйти оттуда, постепенно усложняем какие-то препятствия, и говорим, молодец, потому что воля развивается только через препятствия, ну вот тут небольшая подсказка, как вести себя, уже время истекает, вы можете сами почитать, если ребенок слишком упрямится, если он пассивный, агрективный, обидчивый, смотрите, причины могут быть разные, исходя из причин, наши действия тоже могут отличаться, и так, подведем итоги, во-первых, волевые центры у ребенка развиваются в префронтальной коре в возрасте от 7 лет, второе, основы для развития воли закладываются в возрасте от 1 до 3 лет, во время кризиса я сам, это еще до садика, когда он говорит, я сам, если ему дают я сам, то хорошо, у него уже есть, потом он приходит и продолжается, если не заложили, то в садике мы будем поддерживать, он будет появляться, в возрасте от 3 до 7 лет мы готовим почву для дальнейшего развития воли путем встраивая его в систему ценностей и развитие опыта побед, то есть есть опыт побед и система ценностей, тогда все великолепно. Дорогие коллеги, дорогие коллеги, благодарю вас, вы такие теплые, вы такие теплые, у вас такие теплые слова, если у вас останутся какие-то вопросы, вот вконтакте моя страничка, вы всегда можете мне найти и задавать какие-то вопросы дополнительные, всегда буду рада, очень благодарю вас за такие теплые слова, которые я вам сейчас читаю, спасибо большое вам, что активно участвовали, работали, успехом вам, удачи, я сейчас выхожу, и Татьяна Телегина вам расскажет, как вам приобрести сертификаты и прочую-прочую информацию, до свидания, до новых встреч.